Сегодня в чукотском филиале СВФУ прошла защита дипломных работ. Пять вчерашних студентов предложили дипломной комиссии свои проекты по теплоэнергетике, которые, по словам педагогов, уже сейчас можно воплощать в жизнь. В аудитории идет защита дипломных проектов. Шесть студентов отделения теплоэнергетики по профилю энергообеспечения предприятий сегодня демонстрируют знания, которые получили за пять лет заочного обучения. Каждая работа – это практически готовый проект, который можно воплотить в жизнь. Вчерашние студенты доказали, что готовы взяться за решение сложных проблем повышения энергетической и тепловой эффективности. Все работы направлены на энергосбережение, на повышение теплозащиты. Работы не только по Анадарской ТЭЦ, не только по зданиям административным города Анадаря, но это снежная и узбелая. Все работы, темы дипломных проектов были даны нам производственно. Реальные проекты, которые сегодня необходимо решать. С 2018 года над одним дипломным проектом может работать целая группа студентов. Впервые в Чукотском филиале Северо-Восточного федерального университета представлена работа сразу двух дипломников. Она касается повышения теплозащиты административного и производственного здания. Члены аттестационной комиссии задавали много вопросов по проекту, но в целом остались довольны совместной работой студентов. А будущие молодые специалисты получили навык командной работы. Это очень необычный и довольно интересный опыт. Было сложно, было очень много недопониманий с коллегой в том числе, потому что где-то мы не сходились во мнениях. Но в целом мы довольны тем, что мы сделали, тем, как мы свою работу защитили. И думаем, что это хороший пример того, что этот опыт удачный, его нужно продолжать. Один из проектов касался реконструкции теплосетей в поселке Снежный Анадорского района. Работа получила высокую оценку благодаря своей актуальности и продуманности. Актуальная тема на сегодняшний день, так как износ тепловых сетей составляет 45%, соответственно, надо принимать меры по замене тепловых сетей. Работаю на предприятиях, где есть доступ к информации. Наши объекты, это коммунальное хозяйство нашего предприятия. Проблемы, которые я знаю. Заочники предлагали свои проекты, чтобы доказать, что они достойны звания бакалавров. Все работы получили положительные оценки. Теперь вчерашние заочники могут рассчитывать занять достойные своей квалификации места на предприятиях теплоэнергетики. Безусловно, те, которые непосредственно работают на предприятии, уровень у них выше, чем те, которые получают сейчас. Да, немножко путаются в оборудовании, потому что на самом деле они работают. Но уровень достаточно для того, чтобы, имея диплом бакалавра, прийти на ту же ТЭЦ и занять должность, соответствующую его профилю. В этом году это единственная защита диплома в Чукотском филиале Северо-Восточного федерального университета. Остальные группы еще не завершили программу обучения. А ровно через неделю здесь начнет работу приемной комиссии, которая будет набирать новых абитуриентов на инженерные специальности, необходимые промышленности региона. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Служба информации.